А ты в курсе, что у Монтана есть под видео ссылка, по которой ты можешь собрать себе пушки серии Синдикат, а также броню из серии Синдикат абсолютно бесплатно? Нет, не знал. То есть я просто кликаю по ссылочке в описании и забираю пушки серии Синдикат? Да, сынок! Идиот. Чего? Пойдёт, пойдёт, я говорю, пойдёт. Молодец, сынок. Всем привет! Сегодня мы поговорим про пять причин, которые, к сожалению, погубили наш Варфейс. Понятное дело, что Варфейс пока ещё жив, но вот эти вещи, про которые мы сегодня будем говорить, они реально очень сильно повлияли на резкое падение онлайна в нашей игре. Кстати, ребята, в последнее время мои ролики перестали попадать в рекомендации, поэтому я вас хочу попросить сделать три очень простые вещи. Это поставить лайк на ролик, потом посмотреть ролик от начала до конца, а также написать в комментарии комментарии по теме ролика, либо же напишите там, не знаю, всё, что хотите в комментарии напишите. Можете написать, что я прыщавый, либо там бела брыться, неважно. Просто напишите в комментарии, чтобы это дало какой-то актив ролику. И реально, буду вам очень сильно благодарен. Ну что ж, переходим к теме ролика, и реально первая такая серьезная причина, почему многие люди отвернулись от Warface, это явная гонка вооружения, то есть если мы берем 2017 год, 2018 год и так далее, вводили Скорпионы, помните, инженер, вводили МАК-7, вводили Беретус, там, Скауты, вводили Бушмастеры, то есть эти пушки, они донатные, да, то есть ради них люди реально там вкидывали в игру бабки, но опять же не было такого, что, допустим, нельзя было встретить, допустим, там, 5 Бушмастеров, наверное, нельзя было встретить 5 Берет, наверное, 5 Скорпионов, такого не было, потому что эти пушки не так уж жестко и доминировали, типа, понимаете, о чем я вообще пытаюсь вам донести, даже, условно, Берету можно было перестреливать с помощью Сайгре просто, типа, на изи, это было достаточно просто, и, типа, иногда вот эти вот донатные оружия, которые вводились, они легко заменялись фарбаксовым оружием, но сейчас это, к сожалению, не так. Как только наступил 20-й год, сразу же ввели на Медика имбу по названию Киллтек, и, кстати, когда вот ввели Киллтек, у меня реально очень много друзей просто-напросто такие сказали, эх, пошла нахрен игра, то есть просто свалили из проекта, реально, вот я даже, я даже знаю, кто по никам, типа, реально, многие люди просто ушли из проекта, потому что они поняли, что у меня все это параша. Ну, собственно говоря, ввели Киллтек, и это, так сказать, было начало-начал, потому что я стал встречать, наверное, 5 Киллтеков, то есть, и это понеслось. Просто ввод имба стволов, которые абсолютно никакими варбаксовыми пушками не могли контриться даже близко. Даже если мы говорим, там, не про Киллтек, ну, ввели вот недавно АМБ, блин, это вообще, это просто это оружие, с которым даже не нужно прицеливаться, просто от ведра стреляешь, мясорубку спокойно выигрываешь, то есть, блин, и, опять же, нету ни одного аналога варбаксового оружия, которое могло бы конкурировать хоть как-то с АМБ, понимаете, о чем речь, то есть, игра стала полностью донатозависимой, типа, это плохо. Когда был просто донат, да, это было норм, то есть, 2017 год, можно было, там, с варбаксами пушками конкурировать, типа, там, ну, да, он был сильнее, но не было такого, типа, по типу, просто, там, 5 чап на РМ, ну, не было такого, ну, никто не играл в 5 макс 7 на РМ, ну, никто не играл, ну, реально, вот, блин, ну, хоть один скриншот мне скиньте, как люди играли в 5 скорпионов на РМ, да не было. Сейчас все играют в 5 чап, в 5 АМБ, там, в 5 Витязи и так далее. Вот это, собственно говоря, это первый пункт, реально стала жесткая гонка вооружений. Следующий пункт вытекает из пункта про гонку вооружения, это баланс классов. Просто, что говорите, можно сказать коротко, класс штурмовик просто полностью исчез с радаров, ну, никто за него не играет, потому что не видит смысла, то есть, вот, до ввода АК-15 штурм был просто, ну, не играбельный. Да даже после ввода АК-15, все равно штурмовик это нищий класс, бесполезный и так далее. То есть, ему надо еще что-то дополнительное вводить, потому что, блин, только АК-15, ну, никак не воскресит класс штурмовик. Все равно, блин, все играют с АМБ нерами, с чапами, никому нахрен не встрялся этот обоссанный АК-15. Может, кто-то играет, но тот мазохист, понимаете? АК-15 не такой имбовый, чтобы конкурировать с АМБ, ну, реально, ну, серьезно просто говорю. Опять же, если мы говорим про класс штурмовика, то у него нету никаких всяких там фишек, по типу мин, как у инженера, аптечки там, как у медика, там, еще чего-то. То есть, класс штурмовик полностью, ну, бесполезный в нынешней метео Варфейса. И этот баланс поломали сами же админы, потому что они зачем-то сделали явную гонку вооружений. Поэтому эти пункты взаимосвязаны, то есть, из-за гонки вооружений у нас страдает баланс классов, и, в принципе, игроки негодуют, там, условно, кто играл за штурмовиков, они такие, блин, типа, тут конкурировал только чапы, и все, они ушли с пара. А в следующий пункт я хотел бы затронуть халатность админов, то есть, понятное дело, что Варфейс это бизнес-проект, типа, всем админам далеко не должно быть насрать на мнение пользователей, но просто суть в том, что иногда пользователи реально предлагают годные вещи, но все равно админам это пофигу, и это, на самом деле, странно, потому что, блин, они должны понимать, что, как бы, если они будут делать то, что говорит большинство, то к ним, как бы, возрастет доверие, вот, и, соответственно, будет больше уважения к проекту, люди будут больше донатить и так далее, я вот не понимаю, почему они этого не понимают, типа, они каким-то другими руководствуются принципами, и я, типа, эти принципы просто-напросто не понимаю. То есть, вот, ребята, что вы понимали, вот я ютубер, да, у меня, там, сколько, 60, чем-то тысяч подписчиков, и где-то около месяца назад я делал ролик про то, типа, как люди играют с приватными читами, и этот ролик выпустил на канал, то есть, он набрал, там, почти, там, не знаю, сколько, 6 тысяч, я не знаю, сколько он набрал просмотров, с том, что я сделал ролик, а я отправлял в ТП видео с ссылками, все прикреплял, прикреплял, потом написал куратору среди блогеров, я не знаю, как у Киры, Кире написал, короче, типа, вот, смотри, читер, читер, видишь, читер, и вот, с приваткой, она говорит, да, я передал, передала в ТП, типа, там, да, спасибо, типа, и так далее. Прошел месяц, их до сих пор не забанят, то есть, люди, которые играли с приватными читами, которые 100% играли с читами приватными, они до сих пор не забанены. Вот, понимаете, вот, в этом, в этом, вся, вся тонкость Warface, что всем насрать, им все равно, как люди к ним относятся, то есть, им главное извлекать выгоду из Warface, а поэтому упал онлайн, сразу начали, начали, начали вводить какие-то имбо-донаты, то есть, ломать все вот это, все подряд, поэтому, как-то так. Следующая причина, наверное, из-за которой тоже ушло многих игроков, это оптимизация. На самом деле, проблема оптимизации такая, спорная штука, потому что, условно, я вот недавно записывал видос, как я играл, получается, на ноутбуке, которому 7 лет, у меня было, типа, 70 фпс, Warface, правда, играл 800 на 600, но все равно фпс был, то есть, типа, я не знаю, люди, у которых, там, 30-40 фпс Warface, я реально, я не понимаю, на чем вы играете, мне кажется, вы играете, тупо, на микроволновках, либо на PSP, Warface, ну, я реально, я не понимаю, как может быть так мало фпс. Тоже, многие, там, скулят про пинг, честно говоря, вот, у меня есть куча людей, которых, там, пинг 50-60, и они говорят, ну, вроде бы, норм, то есть, я, вообще, то есть, раньше, реально, были лаги с уроном, но сейчас, в 2021 году, у меня все реагируется нормально, то есть, вообще, там, прям, минимально бывают спорные моменты, а так, все реагируется, все замечательно, но, если мы возвращаемся к оптимизации, на фпс, я, например, не понимаю, у меня ком за 150 тысяч, я еще не упендруюсь, просто говорю, как есть, у меня там 20-70 супер медиокарта, но я реально не понимаю, почему у меня бывает, что фпс просаживается на 50%, то есть, я играю в пригород мясорубку, у меня 350 фпс, потом резко 220, или, там, играю, не знаю, там, какой-нибудь подрыв, у меня, там, сколько фпс, допустим, там, фпс 300, потом херак 170, а, типа, ты такой, что, то есть, как бы, микрофриз и дропы с фпс, типа, я не понимаю, с чем это связано, то есть, у моего друга тоже есть, у Егора, может, знаете, файлика, у него тоже комп там 2070 супер, то есть, все хорошо у него в этом плане, вот, но у него тоже фризы, то есть, у Владюхи тоже фризы, то есть, компы за 150 плюс тысяч, вопрос, почему лагает, ну, типа, тоже непонятно, как бы, процесс оптимизации у нас остался, я думаю, тоже, многие игроки, как бы, из этого тоже походили, еще вот проблема, которая, знаю, уже, не фиксится больше года, наверное, это, когда ты альта боишься, и у тебя дроп от фпс в два раза, непонятно почему, просто бывает, что ты альта боишься, игра вылетает, то есть, вот, такие, какие-то микро-проблемы, но, они собираются, как бы, вместе, и у тебя чешко сгорает, и, типа, ты, ну, сгораешь, и уходишь из проекта, то есть, как бы, микро-проблемы, ну, блин, они настолько бесячие, что, реально, многие люди просто отворачиваются от варфейсика, и последняя причина, почему люди, много людей, реально, ушли из варфейса, это просто-напросто мы, блогеры, а за себя, наверное, говорить не буду, потому что это не такой крупный блогер, вот, да, в принципе, я тоже делал видосы, где, типа, засирал прям варфейс, поговорил, вот, говно, 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 и суть в том, что, вроде бы, это и правильно засирать, чтобы админы, там, что-то видели, типа, что они, там, такие, блин, он говорит, значит, типа, он от народа, он блогер, надо фиксить, Но с другой стороны, когда вот, например, Крымский, там, не знаю, Разор, они делают какие-то критикующие видео про Warface, многие люди даже не разбираются в ситуации, типа, Хаут, это начинает тоже, как бы, передавать эту информацию из уст в уста, вот, и поэтому многие просто такие, блин, реально, Крымский говорит дело, уйду-ка я из Warface, и так далее, это связано не только Крымский плохой, да и я так говорю, типа, блин, все засирали Warface, и большинство, конечно, засеров, это по факту, но, как бы, мы, тем самым подливаем масло в огонь, когда хейтим, там, на наших YouTube-каналах Warface, то есть мы, как бы, навязываем свое мнение аудитории, аудитория говорит, типа, блин, реально, надо уходить из Warface, то есть блогеры тоже, на самом деле, сыграли огромную, огромную просто роль в том, чтобы, допустим, там, много игроков отвернулись от Warface, то же самое, там, а компаника, которая ушла из Warface, я думаю, тоже из-за того, что компаника ушла из Warface, многие непосредственно тоже ушли из Warface, то есть, как бы, такая своя связь между блогерами и людьми. Ну, на этом, ребятки, ролик заканчивается, напоминаю, чтобы вы не забыли написать комментарий, поставить лайк, если, кстати, не подписаны на канал, можете подписаться, а с вами был Монтон, всем пока, ребята! Уу!